Защита от ветхости. С февраля органы местного самоуправления обязаны передавать в Росреестр данные о признании домов аварийными, подлежащими сносу или реконструкции. Это поможет россиянам проверить состояние жилья перед покупкой. Теперь, когда человек, приобретая квартиру, увидит, что данная квартира расположена в ветхом или аварийном жилье, то он будет знать, что со временем, скорее всего, в ближайшее время, данный дом будет подлежать сносу, и это может повлиять на заключение его сделки. Раньше эти сведения не были общедоступны через реестр, их нужно было искать из нормативно-правых актов, которые публикуются на сайте муниципального образования. Теперь это стало проще. Однако есть нюансы. Информацию о ветхих домах муниципалитеты должны подавать в Росреестр с февраля по июль. То есть сведения в ЕГРН будут отображаться по мере их поступления. Поэтому заказать выписку из Единого госреестра недвижимости с новыми данными можно с 1 июля. Эта дата установлена для внесения всех сведений обо всех домах, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Соответственно, Росреестр будет вносить эти данные в Единый государственный реестр недвижимости. И они, эти сведения, общедоступны и могут быть получены любым заинтересованным лицом путем заказа выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Выписку можно заказать как в бумажном варианте через МФЦ, так и в электронном виде через онлайн-сервисы Росреестра или сайт госуслуг. Они имеют одинаковую юридическую силу, но электронную можно получить гораздо быстрее, не выходя из дома. А вот заработать на аварийном жилье, сознательно купив квартиру в непригодном доме, чтобы потом получить от государства новую, не получится. Напомним, после того, как дом признают аварийным, органы власти принимают решение об изъятии квартир и предоставлении собственникам либо другого жилья, либо денежной компенсации. В этой компенсации включается рыночная стоимость самого жилья, рыночная стоимость общего имущества, включая земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом. Затем сюда включены также все расходы, связанные с переездом, с поиском нового жилья. В случае, если вы покупаете жилое помещение в доме, которое уже признано аварийным, эти правила не действуют. Компенсация производится не более потраченной суммой на покупку этого жилого помещения. Иными словами, что потратили на квартиру в аварийном доме, то и вернут. Никаких дополнительных выплат и обмена на другое жилье. Исключение здесь составляет только имущество, которое получили в наследство. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.